В Белгородской области готовится закон о рациональном землепользовании. Его проект будет представлен на первоосенней сессии регионального парламента. Он призван объединить в себе все требования бережливого отношения к почве. А Белгородская программа биологизации земледелия и ее первые итоги стали темой научно-практической конференции с участием представителей Министерства сельского хозяйства России. Продолжит Наталья Войтенко. Объезд полей и осмотр техники – практическая часть конференции. Результат бережного отношения к почве участники видят на реальных примерах. У нас 4200 гектаров. Все пшеницы выглядят так или лучше. Экспериментальный участок мясных ферм «Искра» обработан по технологии «Наутил». Предприятие одним из первых в области взялось оценить ее преимущества. Здесь земля не травмируется вспашкой, а для повышения плодородия укрывается измельченными остатками растений. На языке аграриев – мульчей. А сколько лет? Мы 8 лет работаем по «Наутилу». Червячки все поглощают. Все поглощают. Михаил Сергеев признается – процесс небыстрый. Нужно терпение и время, чтобы отходы начали работать на доходы. Но результат стоит того. Урожайность выросла на треть. При этом и затраты сократились втрое. Рядом, для примера, другой участок поля, обработанный по классике. Здесь аграрики не было. Соответственно, биота здесь, она на самом деле более слабая. И, безусловно, критические моменты, особенно засушливые, этот ячмель хуже перенес. Все дело в накоплении воды почвой. При нулевой обработке в метровом слое земли запас продуктивной влаги на 20% выше, чем при классике. А это уже техника, бережливая к земле. Новинки сельхозавтопрома. Эта машина, как универсальный солдат, одна в поле воин. Заменяет пятерых. Вносит удобрения, гербициды, убирает лишние растительные остатки. А благодаря шинам низкого давления не оставляет колеи и не травмирует почву. Все пожелания наших клиентов, так скажем, воплощены в этой машине, чтобы через два года было беспилотным. А эта жатка работает в три раза быстрее обычной. В час убирает от 8 до 15 километров хлебов. Гребень минимизирует потери, поднимая полегшие колосья. Будущее за вот такие часа. Очень хорошее. Она же даже если лежала, поднимает. Поднимает всё. Но мы можем завести, показать в работе. Высыпаем в мешок зерна. Жатка поднимает с асфальта этот мешок. На этой площадке демонстрация цифровых технологий. Примеры умного земледелия. Этот беспилотник обследует поля и составляет карту урожайности. Участки с большей или меньшей плодородностью программа выделяет светом. Результат – снижение расхода препаратов на треть. Затем по этим зонам устанавливаются нормы внесения удобрений, либо препаратов, средств защиты растения. Понятно. Кем вас требуется? На сегодняшний день в Белгородской области пока одно хозяйство. Как и в случае с ноутилом, нужно время, чтобы почувствовать экономический эффект. В прошлом году завершился первый технологический этап областной программы биологизации земледелия. Впереди основной, но Москва уже отметила результаты, что обсудили на пленарном заседании. Система известкования кислых почв, применяемая на Белоруссии, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации растиражирована по всем регионам России. И сегодня Министерство работает над разработкой механизма субсидирования выполнения этой операции. Рекомендовано также перенимать наш опыт внедрения почвосберегающих технологий. Прежде всего, ноутил. Региональное правительство разработало критерии сохранности земель для тех, кто готов работать не ради сиюминутной выгоды, а на многолетнюю перспективу по технологии нулевой обработки. Выполнив требования, такие землепользователи могут рассчитывать на субсидию как справедливую компенсацию арендной платы за землю. Будущее за природно подобными технологиями. Как природа сама себя создавала, созидала, мы должны научиться этому. И другой альтернативы у нас нет. Наталья Вайденко, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорья.